Всем привет! Знаете, что спрятано в голове президента Линкольна? Или на центральном вокзале в Нью-Йорке? Сегодня мы с вами раскроем секреты самых известных мест, и это будет захватывающе. На гранитных склонах горы Рашмар, внутри головы президента Линкольна, есть потайная комната, построенная для хранения государственных документов. Сначала планировалось строительство гораздо более масштабного изображения важных моментов американской истории. К сожалению, возникли сложности, и вместо этого был выбран архивный зал. Строительство остановилось на долгие годы, а помещение осталось недостроенным. Но в конце 90-х проект возродили. Комната расскажет историю США будущим поколениям. Эдакая американская капсула времени. К сожалению, туристы попасть в секретную комнату не смогут, ведь добраться до нее слишком сложно. Немногие из тех, кто бежит через центральный вокзал, чтобы успеть на свой поезд, знают, это место уже несколько десятилетий является домом для теннисного клуба. В основном он обслуживает местных любителей спорта и корпоративные группы. Поэтому большинство людей даже не догадывается о его существовании. Теннисный клуб Вандербильта расположен на верхних этажах. Там есть полноценный тренажерный зал, полноразмерный крытый корт с твердым покрытием и даже отдельный корт для юниоров. Этот теннисный клуб весьма популярен у местных жителей. Большая часть здания Верховного суда не представляет собой ничего интересного. Залы для заседаний, офисы и так далее. Но все меняется на пятом этаже. В этом здании есть секретная баскетбольная площадка. Она носит звание самой высокой площадки страны. И ее посещают многие работники здания. Изначально помещение служило для хранения вещей, а затем превратилось в теннисный корт. Но в итоге все-таки победила баскетбольная площадка. Самое удивительное в Ниагарском водопаде это то, как вода в нем используется для выработки энергии. Водопад несколько раз превращался в ручеек и даже переставал течь из-за замерзания и обледенения. Но один из секретов водопадов в том, что их можно отключить. В 1969 году инженерный корпус армии США сделал именно это. Для выработки электроэнергии инженеры разработали способы управления потоком. Поскольку вода вызывала сильную эрозию почвы, была предпринята попытка осушить водопад. Впрочем, план оказался неудачным. А вот эта дама поистине счастливица. Она икона, символ надежды, одна из самых узнаваемых фигур в мире и, к тому же, носит обувь 879 размера. Статуя Свободы Один из самых узнаваемых памятников в мире. В 1886 году он был не просто символом. В течение 16 лет статуя была действующим маяком. Туристы могут попасть в ее корону, чтобы полюбоваться потрясающим видом на город. Но раньше даже в ее факеле было помещение. К сожалению, лестница, ведущая туда, была повреждена ударной волной от взрыва и с 1916 года комната стала недоступна. Так что с тех пор посетителей там не было. Во время строительства Бруклинского моста инженер столкнулся с двумя серьезными проблемами. У города не хватало денег, чтобы оплатить проект, а местные винодельни отказывались переезжать с пути строительства. Инженеру удалось найти отличное решение обеих проблем, что помогло профинансировать строительство моста. Он построил в мосту помещения под винные погреба и сдал их в аренду местным предприятиям. Просто гениально. Сегодня эти помещения принадлежат городу Нью-Йорк. В большинстве своем они не используются и заполнены оборудованием для технического обслуживания. Диснейленд быстро стал одной из самых известных достопримечательностей Америки. Завсегдаты уверены, что знают все секреты парка, но нам есть чем их удивить. За дверью без опознавательных знаков на площади Нового Орлеана можно найти шикарный ресторан. Клуб 33. Если хотите там пообедать во время следующего отпуска, то начните откладывать деньги прямо сейчас. Плата за вход около 25 тысяч долларов плюс ежегодный взнос в размере 12 тысяч. Не грустите, что никогда не были в ресторане. Его список ожидания может растянуться на 14 лет. И даже сам Уолт Дисней никогда там не был. Мост Золотые ворота когда-то был самым длинным подвесным мостом в мире. Строительство сооружения длиной 2 километра 700 метров было завершено в 37 году. Этот мост постоянно перекрашивают, но цвет краски, который кажется красным, называется международный оранжевый. Забавно, что этот цвет был всего лишь грунтовкой, но оказалось, что его отлично видно в густом тумане. Изначально мост должен был быть черным с желтыми полосками, чтобы быть максимально заметным для проходящих судов. В общем, в итоге вышло отлично. Многие, кто посещали Мемориал Линкольну, в восторге от размеров и вида отражающего бассейна. Некоторые прикладывают много сил, пытаясь найти знаменитую ошибку на стенах. В строке «С большой надеждой на будущее» скульптор допустил ошибку. Ошибка остается видимой, несмотря на попытки это исправить. Посетить врата на запад, чтобы взглянуть на город Сент-Луис, все равно, что заглянуть в прошлое. Многие не знают, что арка сама по себе удивительна. Ее построили таким образом, чтобы она выдерживала землетрясения и сильные ветры. При сильном ветре арка может изгибаться на полметра. Это самый высокий национальный памятник в Соединенных Штатах. Ее высота составляет 190 метров. Удивительно, что ширина арки такая же. Необычно не только история сооружения, но и то, что оно также содержит истории более 600 тысяч человек из Сент-Луиса. Под роскошным отелем «Уолдорф Астория» находится незаметная платформа трасса 61. Это часть центрального вокзала. Железнодорожный вагон, который, как считалось, предназначался для президента Франклина Дилану Рузвельта, стоял на станции в течение десятилетий, пока его не убрали. Этот частный вагон незаметно отогнали на станцию метро. К сожалению, его стали использовать для перевозки разных строительных материалов, что вовсе не так здорово, как перевозить президента. Колокол Свободы печально известен ремонтными работами, проведенными с ним. Если можно так сказать. После ввода в эксплуатацию его испытали, раскололи и отремонтировали. Затем все стало только хуже. Спустя 90 лет использования в 1840-х в колоколе опять появилась трещина. В 1946-м колокол снова попытались отремонтировать, но трещина лишь увеличилась. Все дальнейшие попытки устранить ее только усугубили ситуацию. И тогда колокол пришлось вывести из эксплуатации. Сегодняшний колокол Свободы лишь точная копия предшественника. Никто из живущих сегодня не слышал его настоящего звука. На сегодня это все, ребята. Давайте каждый день узнавать что-то новое вместе.